приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала в лагерях гулага 30-х годов 20 века среди русских заключенных появилось такое явление как воры в законе в довоенных лагерях воры выполняли функции неформальных руководителей преступного мира они были своеобразными третейскими судьями в криминальной среде и хранили воровскую кассу взаимопомощи общак основой воровской идеологии был так называемый воровской закон регламентировавшие основные правила жизни вора которые базировались на одном главном принципе никакого сотрудничества с властью как на свободе так и в заключении а поскольку в ссср все принадлежало государству вор не имел права работать служить состоять в общественных организациях даже читать газеты или болеть за национальную сборную исходя из этой же логики вор не мог иметь ничего легального и личного семьи собственности место жительства ему надлежало не признавать свою вину не давать показаний перманентный протест против власти был всегда краеугольным камнем воровской идеологии авторитет у армии зэков завоевывали только те кто стоял в оппозиции государству советское время воры в законе были сугубо тюремным явлением и вся их жизнь протекала за решеткой они жили в тюрьме там был их дом старые времена ворам считалось обязательным проводить на воле не больше одного года до середины восьмидесятых годов отсидеть 30 и более лет считалось для них обычным делом также важно отметить что короновать нового законника могли только в лагере ни о какой коронации на воле тогда и речи идти не могло так как основной функции вора являлась неформальное управление лагерем естественно все первые воры были исключительно славянами как минимум потому что основная масса кавказских преступников в то время просто не владела русским языком а главное оружие вора слова вору нужно было вникать во все хитросплетения лагерной жизни что без идеального знания языка просто невозможно однако привилегированное положение и романтический образ жизни воров кавказским уголовникам очень понравились и как когда-то во времена российской империи в грузии было неестественное количество князей непонятного происхождения так и в послевоенные годы не дожидаясь коронации от русских воров грузины и армяне стали сами себя короновать явление это стало настолько массовым что уже к середине сороковых началу пятидесятых годов грузия и армения буквально кишили ворами в законе дошло до абсурда 16-летние дети без единой ходки в лагерь короновали своих 15 и даже 14-летних друзей старшие братья короновали младших и так далее говорят что достаточно было просто объявить себя вором в компании законников и после обсуждения подростка принимали в воры про то как в 15 лет был коронован вор в законе чипи рассказывают следующее 17-летний брат чипи тему кривой тогда уже бывший вором с друзьями законниками сидели дома у тему какой-то момент им понадобилось обсудить свои воровские дела и они попросили выйти из комнаты все кто ворами не являлся вышли все дети кроме чипи когда у чипи поинтересовались почему он не вышел если он не вор чипи ответил а я вор 17-летние воры посовещались и решили что это воровской поступок после чего там же решили его короновать правда это или нет доподлинно неизвестно однако эта история абсолютно типично для грузии и армении 50-х годов разумеется у настоящих воров в законе ничего кроме злой насмешки это не вызывало какие-то кавказские пастушки без единой ходки коронуют друг друга в шашлычных когда такой вор заезжал в лагере ему по-человечески объясняли что он не вор и те кто его короновал тоже однако бывали и случаи когда таких псевдоворов лагерные урки сразу резали за самозванство а кому-то из них удавалось выжить только благодаря землякам имевшим авторитет в лагере и вовремя заступившимся за них однако вскоре все изменилось рассвет грузинских воров по времени совпал закатом законников старой закалки ситуацию изменила так называемая сучья война в процессе которой воровской мир разделился пополам на законных и сучиных воров между которыми день и ночь шла резня во всех лагерях советского союза в результате этого противостояния позиции старых воров значительно ослабли их попросту стало намного меньше чем до войны в то время как кавказские лжеворы расплодились невероятном количестве и странного локального явления характерного для кавказа и закавказья превратились сплоченную силу представители которой были во всех лагерях дошло до того что в некоторых лагерях кавказцы уже были единственными ворами в законе тем не менее русский воровской мир по-прежнему самозванцев не признавал в лагерях где старые воры присутствовали кавказцев продолжающих настаивать на своем объявляли самозванцами и приговаривали к смерти со временем это породило массу странных явлений например в азербайджане появилось такое выражение как всесоюзный вор само словосочетание уже дает понять что далеко не все азербайджанские воры признавались за пределами азербайджанской республики а то как сильно азербайджанцы на этом акцентируют внимание и с какой гордостью это произносят говорит о том что таких воров было не так уж и много например когда речь заходит об ахона в ханинском или хикмете сабирабадском азербайджанцы всегда подчеркивают что это не просто воры а все союзные воры также в среде советских уголовников существовала забавная поговорка до ростова мы воры от ростова черти ростов на дону неофициально именуют воротами кавказа и как в общем то понятно имелось в виду что кавказские воры признавались только на кавказе а ростов служил как бы границей после пересечения которой кавказские законники становились в уголовном мире никем чертями после великой отечественной войны армяне и азербайджанцы стали массово разъезжаться по советскому союзу армянские и азербайджанские диаспоры появились почти в каждом регионе ссср члены диаспор быстро оккультуривались и интегрировались среду местных жителей и криминальные их представители тоже в результате армянские и азербайджанские преступники влились в русский воровской мир и стали жить по его правилам уже в шестидесятые годы в армянской азербайджанской республиках лжеворы полностью исчезли так как воры из диаспор коронованные по настоящим воровским обычаям быстро объяснили своим собратьям что то что было раньше это не воры и теперь коронации будут только по правилам тем не менее многие из старых воров армении коронованных сороковые пятидесятые годы со временем были признаны русскими и даже имели огромный авторитет например вор в законе с воров коронованный сорок пятом году в возрасте 14 лет а вот в грузии все произошло с точностью до наоборот мода на воровскую романтику росла не по дням а по часам 70-е годы в грузии среди молодежи воровская романтика стала самой модной молодежной субкультурой спрос на то чтобы стать вором был настолько высок что со временем при коронации в грузии пошли в ход родственные связи и блат что в воровском мире испокон веков считалось недопустимым воровская корона стала просто покупаться людьми не имеющими никаких заслуг перед уголовным сообществом по одной из версий отсюда и произошли прозвища лаврушники и апельсины то есть люди купившие воровское звание за вагон лаврового листа или фуру апельсинов по другой версии их так прозвали за то что они брали дань даже с рыночных торговцев лаврушка и апельсинами по третьей версии это прозвище получали рыночные торговцы купившие себе титул вора мол вчера апельсинами и лаврушкой торговал а сегодня вор а ведь бывали и такие случаи директора рынков заведующие магазинами торговцы охотно покупали воровскую корону для себя и своих детей богатые авторитеты короновались не то что без единой ходки на зону а даже не совершив ни одной настоящей краже известен случай когда корону оценили в три волги а к середине 70-х возведения в сан 18 и 20-летних никогда не сидевших и никому неизвестных псевдо авторитетов и вовсе стало своеобразной визитной карточкой грузии именно поэтому грузинские воры составляли большую часть законников в советском союзе 58 процентов законников за всю историю воровского движения по национальности грузины и это не считая коронованных в грузии местных армян и езидов при этом русских воров за всю историю воровского движения было всего 12 процентов одной из основных причин такой популярности воровского движения являлся рассвет теневой экономики грузии пришедшийся на 70-е годы 20 века по оценкам историков уже в 70-е годы не менее 70 процентов грузинской экономики находилась в тени что было очень необычно по меркам остальных советских республик уголовные авторитеты не могли оставаться в стороне от лакомых кусков которых появлялось все больше коррумпированная бюрократия обширный теневой рынок множество подпольных магазинов и пошивочных мастерских которыми владели цеховики с точки зрения советского уголовного кодекса экономические преступники и обусловили появление в грузии такого явления как крышевания на 10 лишним лет раньше чем в остальных советских республиках деньги за крышу грузинские цеховики платили в общак однако в отличие от русских воров которые общак считали не прикосновенной кассой и тратили его исключительно на грех арестантов в то время как сами жили только с того что наворовали да и сам общак пополнялся только с краж грузинские воры тратили общак так каким заблагорассудится в том числе и на личные нужды или скорее в основном на личные нужды уже тогда на общаковые деньги воры выстраивали огромные дворцы покупали автомобили каждый день пировали в самых дорогих ресторанах чем вызывали огромное недоумение у воров старой закалки по всему советскому союзу по сути стать вором в законе было кратчайшим и легчайшим путем к обогащению именно поэтому все грузины внезапно захотели стать ворами в законе вследствие поступления постоянного дохода отпала необходимость лично совершать преступления а вместе с ней исчезла причина садиться в тюрьму кроме этого если у русских воров считалось обязательным регулярно садиться на зону то грузинские воры не желая расставаться с роскошным образом жизни наоборот всеми средствами и и избегали в том числе и давая сотрудникам милиции взятки что по старым понятиям считалось сотрудничеством во всяком случае на воле то что в россии считалось у воров неприемлемым в грузии превратилась в норму если в россии вор мог разбирать только спорные вопросы преступников не преследуя личного корыстного интереса то в грузии существенным источником дохода для воров стал арбитраж среди дельцов подпольного рынка и чем больше крепла эта связь тем более тонкой становилась грань между теми и другими со временем воры перестали гнушаться коммерции а коммерсанты пополнявшие общак были вправе теперь говорить что делают для воровского мира гораздо больше чем любой преступник вскоре воровская корона гарантировавшая материальное благополучие стала передаваться по наследству от отца к сыну на смену одиночкам бессеребренникам пришли несудимые воры повязанные родственными узами и совместным доходом есть ряд примеров когда честно отсидевшие в россии грузины вернувшись на родину добровольно складывали с себя полномочия не желая иметь с ворами новой формации ничего общего если подытожить вышесказанное то выйдет что грузинские воры нарушили все основные постулаты воровского закона имели семьи имущество жили в роскоши сотрудничали с властями не бывали на зоне примечательно что если словом лаврушники до сих пор называют только грузинских воров то словом апельсин со временем стали называть не только грузинских а вообще любых воров которые не имели судимости не сидели и обязаны своим статусом исключительно деньгам и родственным связям вскоре интересы грузинских воров законе стали охватывать все способы получения прибыли в том числе и легальные от ресторанного бизнеса до сферы общественного транспорта стоит отметить что и в 70-е и 80-е годы среди грузин все же было множество воров живущих по старым понятиям и презирающих все происходящее в республике однако воров апельсинов все же было намного больше концу семидесятых грузинских воров стало настолько много а их капиталы стали настолько велики что было принято собрать всесоюзную сходку посвященную коммерциализации воровского движения до того момента такое было неслыханным и за такую идею можно было запросто лишиться воровской короны в 1979 году в кисловодске опять же на кавказе прошла сходка на которой было решено что воры по всему союзу теперь будут брать 10 процентов от дохода цеховиков в результате процессов происходивших в 70-х и 80-х образ профессионального преступника набрал грузии чрезвычайную популярность например в 1995 году по данным социологических опросов до четверти грузинских школьников мечтали стать ворами в законе в 90-е годы процессы воровской среде один к одному повторяли процессы в постсоветском пространстве в целом с начала 90-х стало быстро обесцениваться все кроме денег диссертации и воинские звания стали продавать за деньги за взятки старые заслуги и профессиональные качества отошли на десятый план уступив место коррупции и семейственности то же самое происходило и воровском мире слова апельсин стала международным да и образ жизни вора коронованного за деньги мало чем отличался от жизни большинства воров коронованных по всем правилам со временем воровской мир всего бывшего советского союза стал жить по грузинским правилам воры стали миллионерами а их дети на общиковые деньги учатся за рубежом и основывают транснациональные компании воры лично владеют огромными предприятиями дворцами роскошными автомобилями воры старой закалки умерли от старости а те кто последние свои годы жил в 90-е новых воров считали коммерсантами и самозванцами не имеющими ничего общего с воровским законом но ничего поделать уже не могли молодые воры чтущие воровские понятия оказались в меньшинстве и на воровской мир в целом с каждым годом оказывают все меньше влияния это был канал все о тюрьме ставьте лайк подписывайтесь на канал удачи вам